Не во вред экологии, а на переработку. В Волжском все популярнее становится цивилизованной подход к утилизации мусора. Во многих дворах появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Сначала в так называемой старой части Волжского, а теперь в новых микрорайонах ярко-желтые контейнеры рядом с мусорными площадками. Не заметить их трудно. Всех горожан призывают отправлять в них пластиковые бутылки, которых с наступлением жары стало в разы больше. Пэт-бутылки при всех очевидных положительных качествах имеют один существенный недостаток. Период разложения материала свыше 300 лет, а перерабатывающие производства в стране пока единичны. Бутылка утилизируется при 850 градусах, уничтожается. Производство она идет очень мало. Поэтому в России данного производства еще практически нет. 95% пластиковых бутылок пакуются, делают все тюки, большие это 100-килограммовые тюки, и отправляются в Китай. С них изготавливается очень мало. Это идет она на щетки автомобильные. Это, знаете, щетки чистят дорогу, потом автомобильные щетки, клеящую ленту. Немаловажный факт. В общем объеме мусора, который сегодня скапливается на специализированных площадках города, 40% занимают именно пластиковые бутылки, а точнее воздух внутри них. Отдельный сбор такого мусора как минимум снижает нагрузку по вывозу твердых бытовых отходов. А это, в свою очередь, рано или поздно может отразиться и на тарифах за эту услугу. А сегодня главное научить самих граждан цивилизованному подходу к утилизации отходов. Вынести мусор, а пластик выбросить в отдельную корзину – небольшие хлопоты, а всеобщая польза. Ну у меня же несколько бутылок полно, сколько вот, ну две бутылки, три, может быть, там, из-под воды минералку. Я ее растоптала, да и выбросила в мусорку. Большого труда не составляет? Нет, большого труда не составляет. Но если пока сортировка мусора диковинка для горожан, то в ближайшем будущем, надеются власти Волжского, которые и выступили с инициативой решить проблему утилизации пластиковых бутылок, это станет нормой. Многие бы из нас не готовы потратить такое маленькое количество времени, чтобы разделить мусор, да, отделить PET-бутылку. Это не требует значительного и затрат времени и всего остального. 50 контейнеров в Волжском уже стоят и только за последние несколько недель собрано 7 тонн пластиковых отходов. Фирма, которая занимается вопросом пластикового мусора, готова увеличить количество специализированных мусорных баков до 300. Причем располагать их планируют не только во дворах, как сейчас, но и в дачных обществах и рядом с магазинами.